А праздновать человек хочет. Он звонит, он просит, он договаривается, ищет вместе какие-то компромиссы, решения и так далее. Все хотят Нового года, все хотят праздника, все хотят чуда. Артисты готовы адаптироваться к любым условиям, говорит Светлана. Исключить какие-то реквизиты, убрать массовые игры. Конечно, чтобы Дед Мороз и Снегурочкой были в маске, никто пока не просит. Но заказы на работу в качестве новогоднего персонажа есть. Не так много, как в прошлом году, но тетрадка заполняется. Ведущие праздников, а мы звонили многим, сообщать о своих заказах не особо хотят. Говорят, в открытую сейчас единицы. Кто-то боится сглазить, а кто-то, вероятно, проверок. Почти так же ведут себя и администраторы ресторанов и баров. Хотя забронировать корпоратив вполне реально. Мы попробовали в качестве обычных жителей, нам все разъяснили. Программу выдаем с 7 до 12. А вот дискотека там, например? Ну вот дискотека, а что дискотека? Либо под закрытие будем, либо уже разрешат полностью. Не будет проверок и будем делать. Получается, уже много дней забронировано? Конечно, конечно, конечно. То есть, если в ближайшее время мы там не забронируем, уже все, мы не попадем даже, можно сказать. Да, ну почему? Почему попадете? Попадете. Правда, когда мы представились сотрудниками телеканала, в том же ресторане с нами общались гораздо менее доброжелательно. Сколько активно вообще заказывают сейчас, бронируют? Нормально, активно. А свободные еще есть какие-то даты? Есть, есть еще, да. У нас компании забронировали все свои корпоративы еще в прошлом году, в прошлом декабре. Декабрь-январь. То есть они у нас постоянные уже наши клиенты. Да, масочный режим, да, есть санитайзеры, да, проверяем температуру. Понятно, что у нас персонал, у нас потоки все разделены, они не соприкасаются там с посетителями. Поэтому, да, конечно, все нормы Роспотребнадзора мы соблюдаем. Коррективы в свои новогодние представления готовы внести и театральные коллективы, к примеру, музыкальные. Мы всегда отдыхали вместе с праздничной дискотекой после спектакля. И она проходила у нас и до часа ночи, и до 12 часов. В этом году мы, конечно же, согласно ограничениям, все мероприятия закончим в 23 часа. И в этом году у нас не будет традиционных вот этих танцплощадок никаких. Как говорится, поживем, увидим статистику. Но у эпидемиологов уже сложилась своя точка зрения на предстоящие праздники. Конечно бы пока нужно поберечь себя, поберечь своих близких и воздержаться от корпоративных мероприятий. Ну а что мы поняли точно, после общения с огромным количеством артистов и бизнесменов, Нового года все ждут и надеются, что празднику быть. Иначе вновь придется подсчитывать убытки, как это было весной и летом. Мы до сих пор не оправились. Летний сезон, он позволяет нам дожить там до зимы, продержаться там еще зимние месяцы, корпоративы новогодние, понятно, все это мы накапливаем и держимся до следующего года. Сейчас у нас такой возможности нет, поэтому даже подумать, как это будет, но... Татьяна Голубева, Николай Шилко, Дмитрий Денисов. День с толком.